Почему я хочу уточнить именно понятие плеча? Вот есть такой раздел лексики русского языка, который называется саматонимика. Само название саматонимика уже имеет связь с телом. Так вот, саматонимика, она как раз изучает слова, имеется в составе слова, которые определяют наши части тела, их функции. Так вот, особенность русской саматонимики в том, что она самая неустоявшаяся. Почему? Потому что у нас нет однозначности понятий общепринятых, литературных, народных, разговорных и анатомических. И вот как раз как яркий пример это понятие плечо. Ну вот для примера. Вот Богдан, подойди сюда, пожалуйста. Вот положи мне руку на плечо. Вы видите. Все, спасибо Богдан. Значит, он положил сюда. Когда мы откроем словарь, ну, допустим, любой толковый, в одном словаре мы увидим, что плечо, это расстояние между, то есть часть тела, между шеей и началом изгиба, началом руки. Вот это плечо. Откроем другой словарь. Уже название будет от шеи и до локтя. Это, например, в словаре Даля. И только лишь словарь Ожегова, который я больше всех уважаю, разделяет эти два понятия. То есть он называет разговорное, литературное, общепринятое понятие плечо от шеи до начала руки, до плечевого изгиба. И анатомическое от плечевого изгиба до локтя. Так вот, когда мы говорим подъем плеч, причем орфографически правильно плеч, то мы говорим о подъеме вот этой части. Мы в культуризме говорим, уже говоря о плечах, в общепринятом понятии. Но когда мы говорим приведение плеча в жиме, лежа, мы говорим уже о плече анатомическом. И вот это, ребята, вот эти два понятия плеча. Вот это плечо и вот это плечо не путайте. А еще я вам сказал, что есть понятие от шеи до локтя плечо. Мы в культуризме должны четко понимать, и когда речь идет о пронации плеча, речь идет о плечевой кости, о ее повороте, который составляет основу плеча. То есть это часть руки. Вот эта неустоявшаяся часть лексики, которая называется соматонимика, она как раз говорит о неустоявшихся понятиях и предплечья. Вот представьте, если у меня сформировалось понятие плеча от шеи до изгиба плечевого, то предплечье, в моем понятии, должно быть все, что ниже плеча, пред плечом. Но четко мы должны и все словари однозначно понимать, что предплечье это нижняя часть нашей руки. Также я вам сразу скажу, пусть даже это и не совсем в тему, точно такая же ситуация и относительно понятия талия. Вы знаете, высокая талия, низкая талия и так дальше, и так дальше. Если я вам скажу, что понятие талии менялось, начиная от низа грудных мышц и до нашего таза, можете представить, какая неразбериха в этом понятии. То же самое касается бедер. Вот есть понятие широкие бедра или объем бедер. И все мы прекрасно знаем, что объем бедер в общепринятом понятии это вот и эта часть. Но мы знаем, что атомическое понятие бедра, вот и эта часть.